Так, предлагаю соревнования по жонглированию кружками. Так, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп, ты сейчас всё разобьёшь, разольёшь, не нужны нам такие соревнования. Хорошо, давай, кто быстрее? Чай! Максим, ты даже не дал мне... Всё, я победил. Ты не дал мне знак, я даже не успела до кружки дотронуться. Не успела, значит, проиграла. А теперь соревнования в хлопки. Кто первый, тот победил. Всё, я победил. У тебя какие-то дурацкие соревнования, ты не дал мне какой сигнал старта, я не успела как бы хлопнуть. Ты просто не умеешь проигрывать, Катя. Не умеешь проигрывать? Это не я не умею проигрывать, это ты дурацкие конкурсы придумаешь, и я вообще не понимаю, с чего это вдруг в тебе такое дух соперничества проснулся. А с того, Катя, что сегодня, между прочим, международный олимпийский день. Доброе утро, губерния! В студии совершенно не спортивная Катя Перка. И любитель дурацких соревнований Максим Полагнюк. Ну, знаешь, не такие уж они и дурацкие. А вообще, в старые времена, раньше, на Олимпийских играх, каких только странных соревнований не было. Между прочим, даже заплыли с препятствиями, когда нужно было уворачиваться от брёвен. Или перетягивание каната. Так что, погоди, вполне возможно, мои хлопки тоже станут олимпийской программой. Ну, я вот дико сомневаюсь в этом. Так что, давай пока придумай какое-нибудь новое соревнование, более адекватное и спортивное. А мы посмотрим рубрику «С Юлией Север». Во время пандемии дезинфекцию своего дома или рабочего места нужно проводить как можно чаще. Эта мера обезопасит вас от вирусов и бактерий. Чаще мойте полы. Дверные ручки протирайте антисептиком или спиртовым раствором. Именно на них скапливается больше всего различных вредных микроорганизмов. Уделяйте особое внимание поверхностям, до которых часто дотрагиваются. Выключателям, пультам дистанционного управления и смесителям. Не забывайте и о мобильных телефонах. Основным элементом передачи могут оказаться гаджеты. Потому что, по сути дела, 50 лет назад не было такого элемента в руках, который постоянно то в руках, то в кармане, то на поверхности и способствует передаче. И, кстати говоря, даже ведущие производители, которые всегда возражали против обработки гаджетов спиртсодержащими дезинфектирующими растворами, они сейчас не возражают. И, оказывается, гаджеты от этого и не портятся, как выяснилось совсем недавно. Вот, поэтому вот здесь бы первое, конечно, обработка гаджетов, конечно. Компьютерных клавиатур, конечно. Помните, выполняя необходимый минимум профилактических действий, можно избежать заболевания. Юлия Север, Роман Апарин, Утрогуберни. В нашей студии Андрей Захаров, зритель и, насколько я понимаю, фотограф, потому что вы принимали участие в фотоконкурсе Самарского губернского телевидения, то есть нашего телеканала, который назывался «В объективе губерния» и стали победителем в номинации «Природные достопримечательности родного края». Все верно? Да, совершенно верно. Поздравляем с победой. Спасибо. Рассказывайте, с каким снимком вам удалось победить, что вы такого запечатлели на нем? Ну, там это просто снимок заката, сделан на вертолетной площадке, ничего такого, ну, просто природа. Про конкурс узнал как-то вообще спонтанно. Зашел в паблик «Губерния», увидел, что проходит конкурс, решил запустить фотографию. Ну, вот случайно выиграл что-то. А вообще часто вы в конкурсах так участвуете? Да, ну, стараюсь участвовать. Не всегда есть возможность, есть критерии по конкурсам всякие, но когда есть возможность, я стараюсь всегда участвовать. То есть вы профессиональный фотограф? Нет, нет, профессиональный фотограф считается тот, кто зарабатывает на этом деньги, я любитель. Хорошо, тогда перейдем к технике. На что был сделан снимок? На телефон просто или все-таки на что-то серьезное? Нет, это камера, зеркальная камера, да. Да, то есть я увлекаюсь в основном фотографией спортивной, конечно, в основном футбол, автоспорт, такие вот все фотографии. Люблю гоняться за спортом, то есть за моментом. Но пауза такая в мире. Спорта пока нет. Спорта нет, да. И вот получилось, что начал чаще снимать природу. Ну и вот как раз эта фотография была сделана в период как раз вот паузы спорта. Самые занятия. Какие места вам больше всего понравились, в которых вы путешествовали, сейчас фотографировали? Ну, я люблю вообще нашу природу самарскую. То есть я каждый год стараюсь выезжать в Жигулевский заповедник. Это вот мне нравится, когда расстрельная. Всегда обожаю туда ездить. И село Жигули. Живописное место, где там слияние рек Волга, Луса. Ну, природа там шикарная. Запоминаю. Мне нравится. Как вы считаете, что вот важнее? Вот все-таки фотокамера, какая-то крутая, объектив за 500 тысяч или мастерство? Ну, тут, конечно же, камера, она помогает делать фотографу. То есть камера, объективы, они помогают делать фотографу фотографию чище, четче, качественнее. Но все-таки фотограф видит этот кадр и нажимает на спуск. Поэтому я считаю, что все-таки фотограф, мастерство фотографа, это важнее, чем сама техника. А потом обрабатываете фотографии или оставляете? Да, тоже. Чуть-чуть-чуть корректируете. Нет, конечно же, любая фотография проходит какую-то обработку. Я просто любитель того, что фотография должна быть живой, естественной. Поэтому свои фотографии я добавляю только немножко цвета, яркости, то есть особо, ну, кадрирующая... Минимальная обработка. Да, минимальная обработка, чтобы зритель, ну, казалось, одинаковый кадр, ну, как... С жизнью. С жизнью, да, 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 совершенно верно. Вот, ничего такого. А есть какая-то фотография, которую больше всего гордитесь? Пожалуй, нет такой фотографии у меня, наверное, я еще не сделал. Ну, из таких запоминающих, ну, вот, в прошлом году проходил фотоконкурс от Ростеха, и там я выиграл первое место. Это была фотография двигателя, тут ее по всем пабликам, по всех новостных каналах говорили. Ну, вот это единственное... Фотография в двигателе? Нет, фотография двигателя, саплот двигателя. А вот двигателя, автомобильного? Нет, а авиационного. Авиационного, да. Да, был проходил... Мы на прогрессе участвовали в этом конкурсе, вот такая вот фотография. А где еще вы побеждали? Есть какие-то заслуги еще у вас? Да как-то нет, особо... Все конкурсы, в которых я участвовал, в основном сильные. То есть, когда критерии проходят в моей фотографии, то есть, она выходит там в финальные части, но нет, я не выиграл в основном. То есть, это вот Ростех, вот Губерния, какие-то еще, то есть, такие небольшие конкурсы. То есть, ну, проходил, я там какие-то места занимал, там третье, второе. Ну, вот, но в основном сильные конкурсы, тяжело пока пробиваться. Как-то так. Ну, мне кажется, важным условием для фотографии является хорошая погода. Поэтому сейчас наши синоптики расскажут, что там за окном, а потом наш гость тоже попробует себя в роли ведущего прогноза погоды. Во вторник в Самарской области ожидается переменная облачность с температурой до 19-24 градусов тепла в ночные часы плюс 7-12. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. На севере и западе плюс 21, плюс 24, на востоке и юге до плюс 25. В Самаре днем по прогнозам синоптиков до плюс 19-23 градусов, ночью прохладно плюс 19. Атмосферное давление выше нормы 760 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 40%. Напоминаем, что в нашей студии Андрей Захаров наш постоянный зритель и фотограф-любитель, который побеждает в наших санарских конкурсах. И вот мы посмотрели прогноз погоды, она вполне себе неплохая. И вопрос такой, доводилось ли вам снимать в экстремальных условиях? Не знаю, там в град, там в метель. Любите ли вы такие вот условия? Для съемок. Условия, конечно, тяжелые. Если не ошибаюсь, у нас в 2017 году в Новокубежске проходили соревнования по автоспорту Drift Z. Наша компания, ребята самарские организовывали. И это были ужасные условия. То есть был ливень, он прямо начался, то есть ливень с дождем перемешка. Это все начиналось прямо с утра. И к обеду, то есть центральная площадь Ленина покрылась просто слоем воды. То есть не был ни луж, а просто слой воды был. И с дрифтом это было назвать тяжело, потому что машина просто вот, ну, весла. Да, плавали, да. Промокли все, то есть пилоты, ведущие, видеооператоры, фотографы. Вот у нас, у многих фотограф камеры выходили из строя, просто не справлялись. Но это были самые тяжелые условия, в которых я снимал. Но в итоге-то какие-то кадры получились. Да, конечно, конечно. Мои фотоотчеты, как в Drift Z, ребята всегда обожают. То есть для них я всегда делаю хорошие отчеты. Вот, все было удачно. Что ж, вы справились, тогда посмотрим, справитесь ли вы сейчас. У нас есть возможность посоревноваться с нашими профессиональными ведущими, которые защитывают погоду и, собственно говоря, к ним примкнуть. Готовы? Ну, попробуем. Тогда на исходную. Внимание на экраны. Доброе утро. Сегодня в Самаре переменная облачность. Осадков не ожидается. Атмосферное давление. 750 миллиметров ртутного столба. Ветра не будет. Температура очень комфортная. 22 градуса выше нуля. Хорошего вам дня. Ну что ж, Андрей немного волновался, но это нормально, я думаю. Спасибо вам большое. Спасибо. Погода, кстати, кстати говоря, просто песня. Я считаю, что это и песня, и стоит и продолжить. В нашей постоянной рубрике «Груженское утро». Все равно зажат. Какие соки тянут корни, когда в сплетении корней мы не станем. Становимся покорней и не становимся сильней. Пока огонь горит, пока поток бурлит, пока кружится шар земной. Пока часы спешат, пока болит душа, я точно знаю, что живой. И непонятно. И непонятно, что дороже, еще за рассвет уже загадок. А взгляд. А взгляд все пристанье и строже, и не подгонишь под ответ. По решением простой задачи, где вариантов только два. Еще не может быть иначе, уже справляешься едва. Пока огонь горит, пока поток бурлит, пока кружится шар земной. Пока часы спешат, пока болит душа, я точно знаю, что живой. Ни слова лжи, ни ноты фальши, Все на поверхность бери. Когда не думаешь, что дальше, какие к черту ноябри. Ничего не изменилось, и живы мы до той поры. Пока надеемся на милость, не зная правила игры. Пока огонь горит, пока поток бурлит, пока кружится шар земной. Пока часы спешат, пока болит душа, я точно знаю, что живой. Пока огонь горит, пока поток бурлит, пока кружится шар земной. Пока часы спешат, пока болит душа, я точно знаю, что живой. Пока огонь горит, пока огонь горит, пока огонь горит, пока огонь горит, пока поток бурлит, пока кружится шар земной. Пока часы спешат, пока болит душа, я точно знаю, что живой. С вами правило буравчика. Обычно в своей рубрике я делюсь полезными лайфхаками, но сегодня я стану разоблачителем. И вот несколько хитростей, которые бесполезны и не стоят вашего времени. Полетели. Отверстие в ручке сковородки нужно для того, чтобы вставлять туда лопатку. Нет, оно для того, чтобы подвешивать сковородочку. Конечно, никто не запрещает втыкать в него лопатку, но, скорее всего, масло или соус будут стекать вниз и запачкают сковороду и плиту. Отверстие в металлическом языке алюминиевой банки предназначено для соломинки, иначе газировка будет выталкивать ее. Снова ложь. При штамповке внешние и внутренние края ушка заворачиваются внутрь. Это утолщает их и делает деталь прочнее. Дополнительная дырочка добавляет тому самому ушку жесткости, иначе оно может согнуться само, а банку так и не откроет. Палочки для суши соединены вместе, чтобы можно было отломить от них часть и использовать как подставку. Палочки, от которых можно отломить подставку, придумал гонконгский дизайнер Orange Terry. Для этого они подпилены в нужном месте. Стандартные одноразовые палочки так разломить не получится. А вместе они соединены, чтобы показать человеку, что до него ими никто не ел. Кроме того, это облегчает производство. Не нужно складывать палочки попарно, и нет риска, что автомат запакует одну палочку вместо двух. Крылышки на коробочках с соком предназначены для того, чтобы ребенок держался за них, когда пьет. Тогда он не обольется. У коробочки с напитком такие уголки, потому что это особенность производства упаковки Tetra Pak. Держаться за них, когда пьешь, не очень-то удобно. Обычно сок выплескивается из коробочки, когда ребенок слишком сильно сжимает ее. Поэтому вскройте коробку сами, вставьте соломинку и дайте сделать первый глоток из ваших рук. Место внутри освободится и сок не выльется. Опасайтесь неправильных лайфхаков. С вами был Саша Буравчик. Мои правила работают. В нашей студии Светлана Андреева – диетолог и нутрициолог, то есть диетолог-консультант, можно сказать. Правильно? Доброе утро. Мы все с нетерпением ждем, когда же нам всем разрешат уже выйти на улицы и также посещать рестораны, кафе и кушать совместно в местах общественного питания. Поэтому вопрос такой. Что же делать, чтобы сбросить все те килограммы, которые мы наели за время этой самой самоизоляции? Деньги дома. Да. Ну, первое, конечно, нужно сделать дефицит калорий. То есть в любом случае это единственный способ, чтобы худеть. Если вы будете потреблять больше, чем тратите, однозначно никогда похудения не будет. Так хорошо. Как сделать дефицит? То есть нужно больше двигаться, меньше есть? То есть как это делается? Или наоборот. Или что? Можно и так. Но можно просто сократить питание, то есть сократить до допустимого минимума. И тогда тоже будет снижаться вес. То есть не притягивая спорт к этому. А как можно посчитать вот этот минимум до которого? 1200 калорий – это самый минимум, который допустим. Ниже опускаться ни в коем случае нельзя, потому что организм уходит в режим дефицита. И режим такой, даже не дефицита, а режим экономии энергии. Снижается зрение, острота слуха, дыхание становится не такое глубокое. То есть не такой сон, то есть нет смены фаз сна. То есть очень много проблем. А это разве не так должно быть как бы индивидуально работать? Нет, конечно, конечно. Если человек весит 100 килограмм, конечно, у него уровень низкого колоража – это один. Если человек весит 50 килограмм, то это, конечно, другой. Но в среднем – 1200. Ну, 1200, да. Это среднее. Так. А можно ли снизить вес, но при этом не заниматься какими-то физическими нагрузками? Тяжелыми. Я считаю, что нет. Только за счет питания. Я считаю, что человек может похудеть только если он правильно питается и при этом что-то делает. Или нет? 100% можно похудеть. Просто качество тела будет абсолютно другое. Когда мы занимаемся спортом, естественно, наши мышцы находятся в тонусе. Либо мы их подкачиваем. И вылепить себя, вот красивое тело, можно исключительно только в тренажерном зале с железом. Ага. Но худеть можно, конечно же, и без спорта вообще. Но я, конечно, за комплекс. Потому что это ускоряется процесс, лучше это сделать. То есть мы и так много потеряли времени, полжизни, да, пока наедали и не были такие красивые. Поэтому лучше уж все быстренько сделать. Все и сразу. Все и сразу. Сейчас все наверняка кинутся соблюдать какие-то диеты. Как вы вообще относитесь к диетам? В чем их польза, вред? Есть ли какие-то универсальные, например, которые подойдут каждому? Сразу скажу. Диеты не работают. То есть когда мы относимся к питанию как к диете, это однозначно прям утопия. Это временный эффект. То есть мы в какое-то время садимся на диету, меняем свое питание, думаем постоянно, думаем, что съесть. Но в конце концов мы возвращаемся к своим пищевым привычкам. То есть нужно менять пищевые привычки. И самый простой способ, как поменять простые привычки, ну, свои пищевые привычки, это начать относиться к себе как к очень дорогой машине. Вот я Ламборджини, и я хочу заправлять себя только очень дорогим бензином и очень хорошим качеством. Ну, а если очень дорогим, но очень жирным бензином? Ну, только как-то быть. Ну, мы же не заливаемся, да, на какой-то там левой, да, простите, заправке, чтобы вот этот вот жир притянуть. Но жир, в принципе, полезен для организма. Просто здесь нужно уровень тоже соблюдать. Иначе гормональная система может полететь. Так, через пару минут продолжим разбираться в тонкостях вообще диетологии. А пока что предлагаю прерываться немножечко, остыть и посмотреть на обширные знания, которыми с нами поделится Юлия Север. Доброе утро, мои любознательные. Пришло время удивительных фактов и невероятных открытий. Вы смотрите рубрику «Пора узнать». О великом Рембранде и его легендарных портретах знают, пожалуй, не только ценители искусства. Популярность настигла его в достаточно юном возрасте. Он был любим публикой, уважаем другими художниками. Спрос на его живопись был ошеломляющим до определенного момента. Одна из самых знаменитых картин художника «Ночной дозор» стала закатом успеха великого Рембрандта. На самом деле это огромное полотно изображает выступление в солнечный день стрелковой роты капитана Франца Баннинга-Котта и лейтенанта Вильяма ван Рентербюрга. Картина была написана в 1642 году по заказу Стрелкового общества. Групповый портрет предполагалось повесить в парадном зале этого самого общества. Заказчиков было 18 человек. Все они должны были оплатить свою часть гонорара художнику. Но великий Рембрандт не мог формально воспроизвести задачу простого портрета. Ему важен сюжет, идея. В итоге получилась картина, где каждый персонаж занят своим делом. Как будто эпизод выхвачен случайно. Стрелки разбирают пики. Знаменосец разворачивает пестрое полотнище. Выглядывает девочка, барабанщик отбивает дробь. Но заказчики остались недовольны. Кого-то видно, кого-то нет. На картине много случайных людей, которые явно не платили. А те, кто платил, буквально засветились в виде шляпы или носа. Стрелки подали в суд и выиграли. Рембрандт вынужден заплатить гигантскую неустойку. Неоднозначный резонанс по поводу «Ночного дозора» подкосил популярность художника. Уменьшились доходы. Тут подкатились кредиторы и предъявили долговые расписки. Рембрандту пришлось продать дом и коллекцию раритетов. Еще долго забрали картину. Ее повесили в темном помещении с камина. 200 лет картина покрывалась копотью и так потемнело, что к ней пристало название «Ночной дозор». Только спустя годы реставраторы по тому, как ложатся тени, доказали, что на картине изображен все-таки светлый и яркий день. Надеюсь, со мной вам было интересно. До скорой встречи. Напоминаем, что в нашей студии Светлана Андреева диетолог и нутрициолог. Мы уже выяснили, что она себя ассоциирует с Ламборджини и заправляется только отличным, качественным, дорогим топливом. Что вы под этим имеете в виду? Разъясните. Я говорю не только о... Я даже говорю не о дорогом продукте, а о продукте качественном. То есть ни один человек, который себя ассоциирует с дорогой машиной, не пойдет, простите, в какой-то супермаркет за тортиком, в котором... ну, за вафельным тортиком, в котором есть пальмовое масло. Он просто пройдет мимо, потому что это не его. Поэтому вот в этой истории нужно выбирать все-таки продукты, которые не содержат там вредных жиров, пальмового масла, каких-то консервантов вредных и так далее, и так далее. А есть продукты, от которых вот точно нужно отказаться? Сразу выбрасывали. Я считаю... ну, то есть если мы говорим о процессе похудения, то и о людях, которые зависимы от сахара, а таких вот 90%. Если есть лишний вес, 90% это зависимые люди от сахара. И я считаю, что лучше первым делом нужно убрать сахар. Сахар или все сладкое? Да, сахар в любом случае. Все, что содержит сахар. То есть в любом случае сахар разлагается на там фруктозу, сахарозу, да. Вот все, что это где содержится, все это надумаем. Ну, то есть даже фрукты мы убираем? Не совсем, мы их сокращаем. А шоколад? Конечно. Ну, есть шоколад, который не содержит сахара. Какой-нибудь супер горький, да, то есть? Ну, да. Либо 90%, либо есть на сахарозаменители. Сейчас спокойно делают вот на стеве, тоже очень вкусно. Еще что-нибудь есть? То есть хорошо, избавились от сахара. Мучное, может быть? Алкоголь. Алкоголь замедляет метаболизм ровно на 5 суток. Поэтому вы будете сидеть на диете или будете правильно питаться, а вес не будет уходить. То есть это прям вот проверено очень. Так, сахар, алкоголь. Давайте третье, что будет? Ну и... Чтобы совсем выбить из книги. Да, ну и все-таки консервант. То, что содержатся консерванты, это прям тоже очень-очень сильно замедляет. То есть всякие Е. Е. Да, ну да. Бензонат, натрия, вот такие вещи. Слушайте, ну нелегко придется, да? Полмагазина. Штать этикетки, это очень важно. То есть иногда подходишь к какому-то продукту, вроде бы написано 0 белков столько-то, столько-то жиров и 0 углеводов. Особенно это страшно, когда у людей сахарный диабет. То есть он подошел, посмотрел, углеводов нет. Начинаешь читать состав, а там скрытый сахар. То есть там мальтедэкстрим. Он также вызывает выброс инсулина. Тем самым, где вообще здесь был, ну где они вообще, вот это вот как бы живо, почему оно неправильно рассчитано. И это очень известные марки, не буду называть. Светлана, огромное вам спасибо. Надеюсь, все телезрители намотали себе на ус всю эту информацию. И прямо с этого дня, с этого момента начинаем питаться правильно и худеть, и быть здоровыми. Да? Да. Спасибо большое, удачного вам дня. Спасибо большое. Ну а мы ненадолго прервемся и совсем скоро вернемся в нашу студию. Не переключайтесь. Здравствуйте, вы смотрите новости губернии в студии Георгий Федоров. Лесные пожары стали одной из тем оперативного совещания в региональном правительстве. Очередное возгорание произошло в воскресенье в автозаводском районе Тольятти. Площадь составила более трех гектаров. На месте работали 112 человек, 27 единиц техники. Предварительная причина – неосторожное обращение с огнем. Как сообщил начальник МЧС, на место ЧП работники лесничества прибыли позже пожарных. По мнению Олега Бойко, в выходные в жаркую погоду необходимо усилить патрулирование лесов. Это позволит не допускать таких потерь. При этом, как сказали в администрации Тольятти, количество специалистов и так уже увеличено. Но в этот день акцент они делали на въезды в городские леса. Я прошу подготовить обращение в прокуратуру, чтобы коллеги посмотрели достаточность мер, принимаемых администрацией города Тольятти для защиты лесов. Пусть коллеги нам подскажут, все ли было сделано. Тема лесов в Тольятти звенит до сих пор. Десять лет прошло с тех пожаров. В Тольятти это тема в первой пятерке, наверное, то, что беспокоит людей. Никакой халатности здесь допущено не может быть. И мы для этого будем создавать все условия. Поставить четвероногих друзей на лапы после тяжелых травм и операций. Уникальный проект – кинологический центр «Псарь», который поможет животным восстановить здоровье, уже находится на стадии реализации. В прошлом году с этой идеей ее автор Артем Киселев победил на форуме «Иволга». Когда учреждение начнет принимать хвостатых пациентов, узнал Владимир Маркин. Десять лет профессиональный дрессировщик Артем Киселев посвятил четвероногим хвостатым друзьям. Его питомец – золотистый ретривер Алиса. Показывает другим собакам примеры послушания и выполнения команд. Большая любовь к животным в прошлом году привела Артема на форум «Иволга», где он победил с проектом «Кинологический центр «Псарь» на смене «Ты предприниматель» и получил грант на реализацию идеи. Нашей главной задачей было выиграть этот конкурс. Мы хотели показать комбинацию бизнеса и социального проекта. Для нас это был первый опыт. Сам из себя проект представляет следующий. То есть это современный реабилитационный центр для животных. Мы восстанавливаем животных после операции травм. Улучшить качество жизни хозяина и собаки – такого принципа придерживается автор проекта. Сейчас центр находится на стадии подготовки к открытию. Для реабилитации животных заказали современное оборудование. А пока Артем Киселев продолжает заниматься любимым делом – дрессировкой. Многие приводят своих питомцев для обучения навыкам, которые необходимы в серьезной работе. Например, вот этот золотистый красавец по кличке Макинтош будет заниматься поиском пропавших людей. Порода сама по себе легко обучаемая. У них в генах многие команды даже заложены. То есть он изначально с детства, с трех месяцев знал команду сидеть. То есть он готовится в прямом смысле спасать людей из-под завалов? Искать, искать. Больше искать? Больше искать. В основном грибники вот эти вот, кто в лесу заблудился, чтобы он их находил. Кинологический центр «Псарь» – это первый проект в Поволжье, благодаря которому будут реабилитировать животных после травм и операций. По словам автора Артема Киселева, принимать хвостатых пациентов учреждение начнет уже этой осенью. Владимир Маркин, Сергей Костин. Новости губернии. Количество подписчиков официальной страницы нашего телеканала в Фейсбуке превысило 10 тысяч. Это самый высокий показатель среди СМИ Самарской области. Наша главная цель – быть ближе к аудитории, поэтому развитию соцсетей мы уделяем большое внимание. Фото и видео с мест событий, трансляции с различных мероприятий – актуальная и полезная информация. Помимо Фейсбука, мы есть в Инстаграме, Твиттере, Одноклассниках, Телеграме и ВКонтакте. Совокупная аудитория там – почти 110 тысяч человек. Присоединяйтесь к нам и будьте в курсе новостей региона одними из первых. Больше новостей на нашем сайте, а у меня пока на этом все. Увидимся! Доброе утро, губерния! Сегодня в студии ведущие, а еще и олимпийцы Катя Перка и Максим Полагнюк. Сегодня международный олимпийский день, и у Олимпиады очень большая история, очень насыщенная разными победами. Но помимо побед в ее истории есть очень забавные и странные факты. Да, например, на Олимпиаде 1904 года японец Савао Фуни выступал в прыжках шестом. Так вот, не имея никакого опыта, он, найдя длинную палку, разбежался, затем остановился возле планки, вкопал палку в песок, вскарабкался по ней и просто перевалился через планку. После долгих совещаний, наверное, суди были в шоке, конечно, они решили, что прыжок не засчитывается. Фуни заявил, что его лишили честно заработанной золотой медали. А в Японии по этому поводу даже марш протеста провели. Еще одна такая ситуация произошла на Олимпиаде 1896 года. Обычный студент из Оксфорда Джон Болланд пришел посмотреть соревнования по теннису. Приятель Джона из Олимпийского комитета почему-то включил его в состав участников турнира. Но отважный британец, несмотря на отсутствие спортивной формы и подготовки, решил выступить и при этом сумел всех победить, взяв золото. Круто. Вот еще одна курьезная ситуация. Олимпийский чемпион по одиночной гребле Бобби Пирс на очередных олимпийских соревнованиях успешно шел к успеху и значительно всех обгонял. Но вдруг перед ним стала преграда. Мама уточка и маленькие утятки. Так вот, он решил остановиться и пропустить утиное семейство. И даже несмотря на то, что противник потом его обошел на полпути, он сумел выиграть и взять золотую медаль. Вот какой благородный и спортивный человек. На Парижской Олимпиаде 1900 года тоже произошел курьез. Первые три места в марафонском забеге заняли французы, хотя фаворитами считались американские атлеты. На финише один из американцев заметил, что победители, в отличие от остальных бегунов, не испачканы грязью, хотя на пути спортсменов находилась большая лужа. Французов обвинили в том, что они воспользовались знанием маршрута в парижских улиц и срезали дистанцию. Но это не изменило решение судей. Все три медали достались хозяевам Олимпиады. Да, медали нужно завоевывать честно, здоровым телом. А чтобы тело было здоровым, послушаем советы о здоровье от нашей Юлии Север. Во время пандемии дезинфекцию своего дома или рабочего места нужно проводить как можно чаще. Эта мера обезопасит вас от вирусов и бактерий. Чаще мойте полы. Дверные ручки протирайте антисептиком или спиртовым раствором. Именно на них скапливается больше всего различных вредных микроорганизмов. Уделяйте особое внимание поверхностям, до которых часто дотрагиваются, выключателям, пультам дистанционного управления и смесителям. Не забывайте и о мобильных телефонах. Основным элементом передачи могут оказаться гаджеты. Потому что, по сути дела, 50 лет назад не было такого элемента в руках, который постоянно то в руках, то в кармане, то на поверхности и способствует передаче. И, кстати говоря, даже ведущие производители, которые всегда возражали против обработки гаджетов с пирсодержащими дезинфекцирующими растворами, они сейчас не возражают и, оказывается, гаджеты от этого и не портятся, как выяснилось совсем недавно. Поэтому, вот здесь бы первое, конечно, обработка гаджетов, конечно, компьютерных клавиатур, конечно. Помните, выполняя необходимый минимум профилактических действий, можно избежать заболевания. Юлия Север, Роман Апарин, Утрогуберни. У нас в студии большие, накачанные, красивые люди, которых я тороплюсь представить. Это Сергей Половинкин, директор государственного училища Олимпийского резерва города Самары. Также Юлия Турутина, мастер спорта международного класса по тэквондо и Ирина Заблудина, мастер спорта международного класса по дзюдо. Доброе утро, ребята! Доброе утро! Здравствуйте! Давайте немножко поговорим про училище. Вообще, чем жизнь обычного ученика отличается от жизни ученика училища Олимпийского резерва? Ну, начнем с того, что у нас не ученики, а студенты. Студенты. Так как у нас все-таки среднепрофессиональное образование получают на выходе наши студенты. Чем отличается? Наверное, отличается оно тем, что у нас своего рода такое уникальное училище, потому что мы на протяжении всей спортивной карьеры спортсмена, скажем так, помогаем ему еще получить и образование. Вот. И симбиоз заключается в том, что мы работаем на стыке двух федеральных законов. Это закон о физической культуре и закон об образовании. Таких училищ, как мы, всего в стране 11. Вот мы, Самарское училище Олимпийского резерва, одно из 11 федеральных государственных училищ. Вот эта наша уникальность заключается в том, что у нас обучаются студенты и спортсмены большого уровня, большого класса. Ну вот, сегодня они вот здесь присутствуют, нынешний студент и выпускница нашего училища. А почему такое название Олимпийский резерв? То есть, обязательно ваши ученики и студенты, они попадают автоматом в команду олимпийскую? Нет, они попадают не автоматом. У нас очень серьезный отбор в училище проводится. Перед поступлением абитуриенты проходят тестирование психологов, медицинское освидетельствование. Естественно, с каждым абитуриентом, потенциальным нашим студентом ведется педагогическое собеседование. То есть, мы с каждого спортсмена ведем на протяжении всего периода обучения в нашем училище. Вот. И поступают к нам ребята уже заинтересованные в достижении максимальных спортивных результатов. То есть, это либо члены сборной Российской Федерации, юниорский и юношеский состав, либо члены сборной нашей Самарской области. А сколько длится обучение? К нам поступают на базе 9 классов и на базе 11 классов. На базе 9 классов обучение проводится в течение 4 лет, на базе 11 классов на протяжении 3 лет, соответственно. А как вообще, ну вот примерно в процентах, сколько времени уделяется спорту, а сколько времени уделяется, ну, другим занятиям, другим наукам, да, назовем это так? Я, наверное, вот лучше отдам, скажем так, эти вопросы девочкам, потому что они непосредственно, скажем, да, в этом процессе осуществляют свою деятельность. Поэтому, я думаю, они лучше скажут, сколько у них процентов занимает спортивная карьера, там, спортивное время на тренировке, а все остальное все-таки в учебе. Но хочется сразу сказать, что у нас созданы такие условия, что у нас наши студенты обучаются на удаленке, скажем так, да, то есть многие из них находятся большую часть периода обучения где-то на сборах, на тренировках, на соревнованиях и так далее, и так далее. То есть у нас вот такой вот процесс обучения проводится именно информатированно, на удаленном доступе, то есть они имеют право, имеют возможность даже присылать свои задания, получать задания из-за границы, там, находясь на сборах. То есть у нас поступают ребята со всей страны. Так, Юль, давайте продолжайте, я рассказываю, как же это на самом деле все происходит? Ну, все очень просто, вот, например, расскажу свой распорядок дня, я утром просыпаюсь, я проверяю почту, мне присылают задания, учебный материал, у меня две тренировки в день, и либо в обед, либо вечером я занимаюсь учебой, как мне комфортно, и отправляю задания. То есть очень комфортно распределять время, то есть это не в напряг, это удобно, поэтому... А много предметов вообще? Ну, достаточно. Получается, когда вы оканчиваете, то вы выходите профессиональным педагогом, да, или тренером? Да, наши выпускники имеют право работать, как продолжать свою тренерскую карьеру, и также они имеют право преподавать в урок физический. В школах, в вузах. Да, то есть либо физрук, да, либо тренер на определенных этапах спортивной подготовки. Через пару минут мы продолжим разбираться в тонкостях вообще жизни профессионального спортсмена, а пока что замечу, что в принципе спортивная жизнь не обходится без массажа. А вот наша журналистка Юлия Север узнала об очень необычном виде массажа, давайте же узнаем о каком. Древняя практика, основанная на восстановлении энергетического баланса тела, благодаря природным минералам, корнями с востока. Она до сих пор применяется в нетрадиционной медицине и носит название литотерапия. Особенно в древнем Китае ценился нефрит. Этому камню приписывают множество целебных свойств. Массаж нефритом снимает мышечную боль, усиливает обменные процессы, способствует выработке эндорфинов. В моих руках находятся нефритовые палочки. Они изначально сделаны из натурального нефрита. У них два окончания. Точечное воздействие оказывает глубинное воздействие на труднодоступные участки кожи на лице. Больший конец оказывает общее воздействие на остальные участки на коже лица. Нефритовые палочки не только омолодят внешне, но и помогут обрести внутренний баланс. В древнем Китае верили, прорабатывая определенные точки на лице, можно наладить работу всего организма. Здесь точка расположена. Она отвечает за работу головного мозга. Эта точка с двух сторон отвечает за антистрессовые ситуации. Еще одна древняя китайская практика литотерапии – массаж шарами здоровья. Эти сделаны из черного нефрита. Они проходят по меридианам. В нашем организме их 12. Меридианы расположены в области ног, в грудином отделе, в спинном отделе позвоночника. А вот шары из другого минерала – змеевик. Тоже очень почитаем в Поднебесной. Именно камень-змеевик идет как генератор энергии. То есть он считывает всю негативную информацию, закупоривая в себе печать, и не выпускает обратно. Но взамен тому, кто принимает массаж, он отдает здоровье. В литотерапии все не просто так. Важен не только материал, из которого выполнен массажер, но и его форма. К примеру, эти птички тоже сделаны из нефрита, однако их воздействие на организм – иное. Дело в том, что птички – это как символ мира и гармонии. Это своего рода как аисты, которые приносят благою весть. То есть, унеся с собой все плохое и негативное с тела человека, женщины, они принесут ей здоровье, гармонию и радость. Юлия Север, Роман Апарин, Утрогуберния. Напоминаем, что в нашей студии Сергей Половинкин, директор Государственного училища Олимпийского резерва города Самары, также Юлия Турутина, мастер спорта международного класса по тэквондо, и Ирина Завлудина, мастер спорта международного класса по дзюдо. Ребята, вот вы неоднократно бывали на Олимпийских играх. Расскажите, удается ли посмотреть город, как-то погрузиться в культуру? Или все? Только тренировки, тренировки, тренировки. Тренировки вперед, да. Или вы дважды были, да? Нет, ну когда вот в Лондоне были, то в этом городе я побывала первый раз. Ну, естественно, когда ты готовишься к соревнованиям, ты ни о чем не думаешь. Ты сконцентрирована только на старте. Никакой Бекбен в голову не лезет. Нет, ну это профессионалы. А уже непосредственно после игр, да, было и закрытие, где и были предоставлены различные экскурсии, поэтому не теряем. То есть сначала соревнования, а потом уже посмотрим. А как вообще подготовка проходит, когда вы уже приехали в город, где у вас должно быть соревнование? Вы же там заранее, наверное, приезжаете, и там еще как-то тренируетесь? Или как это происходит? Ну, во-первых, все равно идет профессиональная подводка к соревнованиям. То есть там немножко тренировки уменьшаются, но не прекращаются. То есть я скажу про дзюдо, что дзюдо достаточно высококоординированный вид спорта. И тренироваться совсем, даже два дня не тренироваться, я считаю, что это... Незаконно. Большая роскошь. Это плохо. Поэтому все равно ты готовишься, концентрируешься. Ну, в принципе, я хочу сказать, что ничем не отличаются такие соревнования, как чемпионат Европы, других международных стартов абсолютно. Я бы сказала, даже очень более спокойно. Потому что на Олимпиаде, где участвует не такое большое количество людей, даже как взять на чемпионате мира, у нас там по 60 человек в весе бывает. А Олимпиада – это только там самые лучшие 20. Поэтому обстановка очень спокойная. Даже я бы сказала, такая домашняя. Домашняя обстановка на Олимпиаде. Интересно. Сильные или соперники? Как обстоит дело вот тут сюда? То есть привезли какие-то медали? Или нет? Ну, в Лондоне я очень была близка к медалям. Но что-то не получилось. Получилось. Ну, в частности, раз. Я это привезем. Какие у вас впечатления от Олимпийских игр? Ну, я была на юношских Олимпийских играх. Конечно, в том возрасте, сколько мне 17 лет было. Эмоции, конечно, колоссальные. Все в плане организации, как деревня олимпийская, как все проходят, все мероприятия. Сколько там в самой деревне развлечений, сколько соблазнов отлечься от того, зачем ты приехал, в принципе. Но тоже Ирина правильно сказала. Сначала, конечно, соревнования, потом время остается какое-то, это закрытие, экскурсии всякие нас вывозили. То есть тоже сделать дело, гулять смело, как говорится, можешь потом немножко гулять. Ну, хочу сказать, что вот Олимпийские, я тоже на юношеских выступала играх, я ничем особо не отличаюсь от Олимпиады. То есть атмосфера в Олимпийской деревне абсолютно такая же. То есть и сама вот эта атмосфера, ну, здесь, конечно, здесь немножко молодые спортсмены, но также собираются со всего мира. А на Олимпийских играх ты понимаешь, что это уже как бы, это вот Олимпия, вершина. Ребят, спасибо вам огромное. Спасибо. Ребята, девчата, что вы к нам пришли. Желаем вам успехов, побед и, конечно же, золотых медалей. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо вам. От такой насыщенной спортивной жизни мы переходим в спокойной, сельской, вместе с Мариной Марковой. Альпийская, Нубийская, Заанинская. Козье стадо, три десятка голов. Есть даже эксклюзив. Овцы молочной породы. Такую разношерстную компанию начинающему животноводу помогло собрать любопытство. Елена Елеева – хозяйка самого крупного стада в селе. Единственная помощница – маленькая Шерри. Она всегда рядом. Пока мне больше всего нравится альпийская порода. Они красивые, разноцветные. Иудой у них хороший, молоко у них плотное. И они выносливые. Не такие нежные, хрупкие, как Нубийские. Каких-то пять лет назад коренная горожанка и думать не могла, что так привяжется к своему рогатому стаду. Титулованный фотограф, член Союза фотохудожников России, давно не вспоминает о камере. Я достигла своего максимума фотографий. Я самореализовалась. Дальше мне самореализовываться было некуда. Дальше мне пошло все ровно и скучно. Все уже снято было. Я уже не вдохновлялась до такой степени, как раньше. Захотелось вдохновиться чем-то новым. Сегодня главу крестьянского хозяйства вдохновляет труд на своей земле. Раньше она не поднимала ничего тяжелее фото-кофра. Теперь 30 ведер воды, 10 молока, тачки с навозом, зерном, сеном – ежедневная норма. Началось с того, что подруга подарила мне козу и козленочек. А коза оказалась таким терминатором. Я не знала, что с ней делать. Она меня тут гоняла везде. Я привязывала ее за колышек, она вырывала колышек. Я поменял ее местному козаводу на малыша. Через два года малыши подросли и размножились. У коз появилось молоко, которое Елена научилась доить и перерабатывать. Вначале была сгущенка, затем сметана и масло. И вот уже полтора года как варят сыры. У горожан зверский аппетит на натуральную диетическую продукцию. Твердые сыры Елене приходится отправлять почтой по всей России. Один из самарских ресторанов тоже охотно пополняет коллекцию благодаря сыроделу из русской селитьбы. Я вообще даже не подозревала, что в селе существует жизнь. Совершенно случайно все произошло. Я посмотрела фильм про Северные Альпы, про поместье Зепа Хольцера, про его крометорхов. У него там 40 гектаров. Я подумала, ничего себе, вот это простор, вот как должен жить человек. И после этого я начала думать, что мне мои 50 метров квартиры как-то не очень нравятся. Науку козоводства Елена освоила с помощью интернета. До сих пор при случае в поисковике набирает волнующий вопрос. А вот ветеринарное дело пришлось познавать на практике. Всех коз я лечу сама. И уколы бывают, и таблетки, и небольшие там операции. Было. Бурьян, две яблони и куст черемухи. Покосившийся дом и ветхие сараи. Стало. Молодой лесосад, две сотни деревьев, новые хозпостройки, загоны для животных. Городская барышня признается, быть крестьянкой ей нравится больше. Мне проще здесь, чем в городе. Потому что я нашла свою нишу. Научилась здесь зарабатывать деньги. У меня это свое небольшое дело. Я не назову это бизнесом. Это не бизнес, я не хочу заниматься бизнесом. Это мой заработок. Как я подъезжаю к городу, мне прям начинается тоска уже по деревне. Я не люблю эти пробки, не люблю эти магазины, никогда не любила. Все развлечения модные. Мне это все не нужно. Марина Баркова, Владимир Терентьев. Утрогуберния из Красноярского района. На этом все. С вами были спортивные ведущие Катя Перка. И Максим Полагнюк. Пока-пока. Пока. Так, Макс, ну раз уж олимпийский день, то давай на пробежечку сейчас быстренько, бодренько. Ну нет, пробежка это банально. Давай вот такое вот оригинальное троеборье. Сначала кто дольше всех просидит на диване, потом кто больше всех съест за обедом, а потом кто крепче всех проспит до ужина. Давай. Вот это я понимаю, конечно, настоящий олимпийский характер. Я побеждал, я уже. Костюм ведущему предоставлен магазином мужской одежды «Бастон». Магазины «Бастон» – это достойный выбор каждого мужчины. Вас приятно порадуют доступные цены, широкий выбор ассортимента, индивидуальный подход к каждому клиенту. Безупречный крой и комфортный силуэт – вот основные отличительные особенности марки «Бастон». Магазины «Бастон» находятся в ТЦ «Мегасити», ТЦ «Аврора» и ТК «Амбар». Редактор субтитров А.Семкин